На появившиеся ограждения и якобы начавшуюся вырубку деревьев жители пожаловались через социальные сети. Городскую администрацию оперативно отреагировали на сообщения и организовали выездную проверку на территорию парка. Выяснилось, что забор размещен в границах участка, который находится в частной собственности. Активных действий по вырубке зеленых насаждений там не проводят и территорию парка не затрагивают, подчеркнула глава города Елена Лапушкина. Это объект с уникальной для города экосферой и птицами, занесенными в Красную книгу. Жительница Кировского района, фотограф Динара Таипова, увидев ограждение, переживала, что возможно больше не сможет делать профессиональные снимки и гулять по парку свободно, как раньше. Здесь есть очень много краснокнижных птиц, которые занесены конкретно в Красную книгу Самарской области. Это, например, зеленый дятел здесь есть, средний пестрый дятел. Также здесь, в принципе, есть очень редкие птицы. Это, например, уральская неяса, сюда дрозды прилетают. Взаимодействие жителей городских властей по защите парка продолжается уже несколько лет. Именно поэтому в 2020 году была проведена смена зонирования на участке, который находится в частной собственности, с С3 на Р3. Это было сделано для того, чтобы защитить территорию от многоэтажной застройки. Основным разрешенным видом использования земельных участков здесь является природно-познавательный туризм. Рекреационная зона Р3 предполагает размещение палаточных лагерей, проведение походов, экскурсии по ознакомлению с природой пеших и конных прогулок, а также устройство троп и дорожек с размещением познавательных щитов с информацией об окружающей среде. Собственник здесь присутствовал, все своими ушами слышал, понимает, насколько жители неприемлемы в этой ситуации. Мне очень хочется все-таки разрубить этот городских узел и найти какое-то компромиссное решение, которое устроит и жители, и, безусловно, собственникам решить этот вопрос на законных основаниях. Работа продолжается. На встрече инициативной группы с главой города решили искать компромисс и решать назревший вопрос совместно с жителями, собственниками и представителями власти. Такого леса, такого парка во всем городе не найти. Его надо беречь, и мы берегли его. Парк надо сохранить для детей, для людей, а не для каких-то неизвестных мероприятий. Для поиска компромисса на следующей неделе состоится встреча инициативной группы представителей администрации города и собственников территории. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События.